Привет! На канале больше 100 тысяч подписчиков и у него наконец-то появился продюсер, и теперь он будет придумывать сценарий для некоторых роликов. Например, для этого он уже что-то придумал. Давайте узнаем, что именно. О, кстати, вот и он, минуту. Задание. Прожить неделю на одном заряде айфона. А, он, наверное, почитал мой сегодняшний пост, а потом сошел с ума. Потому что человек в здравом рассудке такое не придумает. Хотя, если выключить айфон и положить на полку, то автономности точно хватит. А, минуту. Здесь написано «смотри на обороте». Во время теста запрещается. Выключать телефон, активировать режим полета, отключать уведомления. В телефоне должны работать две сим-карты, звонки нужно принимать только с него, телефоном нужно пользоваться. Отвечать на комментарии и письма в социальных сетях разрешено только с телефона. Начинать нужно немедленно. Прибывая в легком замешательстве, я поставил смартфон на зарядку, чтобы подготовиться к тесту. Но вскоре стало очевидно, что пройти испытание невозможно даже на айфон 12 про макс. А поэтому было принято единственно возможное решение. Как можно скорее проиграть, чтобы закончить этот странный челлендж? Проведя не так уж мало времени в сложных играх, я заметил, что заряд батареи почти не изменился. И тогда я подумал, а что если... Нет. Ну а что если... Нет. Ну а если вдруг получится? Сделав несколько сложнейших вычислений, я обнаружил, что могу тратить примерно 14% заряда в день, если хочу протянуть неделю без розетки. А задаченный я положил смартфон дисплеем вниз и пошел подумать. А когда через пару часов вернулся, то обнаружил, что смартфон не потерял ни одного процента. То есть, если айфон лежит на экране, то он тратит меньше электричества. И я решил, что это может помочь и принял вызов. И даже собрался победить. Следующим утром ситуация выглядела обнадеживающе. Но самое сложное, длинный рабочий день оставался впереди. И чтобы не выбиться из графика, к его концу мне нужно было сохранить как минимум 86% заряда. К сожалению, привычки оказались сильнее меня. И я брал смартфон в руки снова и снова и снова, когда в этом не было никакой необходимости. Я даже использовал его на морозе. Но каким-то чудом батарея сохранила высокую емкость. Ближе к вечеру индикатор показал 90. А когда я наконец пришел домой, все выглядело вполне неплохо. Но вдруг... Продюсер прислал еще одно письмо с заданием. Ты включил режим энергосбережения на айфоне, давай проверим, влияет ли он на производительность. Для этого тебе нужно провести тест Antutu. Тест Antutu был очень-очень плохой новостью, потому что он наверняка дорого обойдется моей батареей, а я только начал вписываться в жесткий график. Но выбора не было. Промакс показал не самые высокие баллы, но меня интересовало совсем не это. Драгоценный заряд таял. Одержав пировую победу и в расстроенных чувствах, я положил девайс экраном вниз и больше не трогал его этим вечером. К утру мое отставание от графика только выросло. Через 12 часов мне нужно было иметь как минимум 72% заряда, то есть на день у меня оставалось 3. К счастью, до самого вечера не происходило ничего интересного. Я был занят, а смартфон лежал дисплеем вниз, экономя заряд. Но этого было недостаточно. Стало понятно, если я хочу протянуть 7 дней без зарядки, нужно что-то менять. К сожалению, у продюсера было другое мнение, и похоже он твердо решил не дать мне пройти челлендж. И поэтому, когда я пришел домой, то нашел очередное задание. Раз ты любишь смотреть YouTube, то включай его на 12 Pro Max, звук не меньше 40% автояркость, и проверь, сколько процентов заряда уйдет за 30 минут просмотра роликов. Поскольку отказаться я не мог, а смартфон у меня сулит экраном, я решил включить максимально темный ролик и смотреть без света. Ну, автояркость, понимаете? В итоге, через полчаса Pro Max лишился еще 2% заряда. Примерно к этому моменту я начал понимать, насколько же хреновый челлендж. Я, фанат айфона, должен смотреть на 12 Pro Max, который просто лежит на столе. У меня был стресс, который срочно надо было чем-то снять. К утру я обнаружил, что разряд смартфона ускорился. Вот столько у меня должно было остаться к вечеру. Я отставал от графика на 12 часов. Там фольга на заднем плане. Недавно был ролик про 100 слоев фольги на айфон и самсунг. Вот это оттуда. Если что, посмотрите, ролик ничего получился. И нет, я не заряжал свой айфон. Поскольку днем я опять был занят, смартфон лежал без движения, если не считать нескольких звонков. Это не помешало батарее потерять дофига процентов. Тем же вечером я был вынужден прибегнуть к сложным графическим вычислениям. Вначале у меня было почти 100% заряда. Сейчас, к концу третьего дня, то есть даже не к середине испытаний у меня осталось, меньше 50. Если так пойдет и дальше, почти ровно. Я протяну 5 с небольшим дней. А чтобы помочь мне благополучно не победить, продюсер придумал очередное коварство. Задание. Сейчас зима, темнеет рано, фонарики полезны. Поэтому включи фонарик айфон 12 про макс на полную яркость и посмотри, сколько уйдет заряда за полчаса. Хотя я понимал, что задание абсолютная чушь, и нужно только лишь, чтобы я проиграл челлендж, отказаться не было возможности. Но, честно говоря, я не особо переживал. Фонарик-то маленький, что он сделает? А сделал он 3. 3% за полчаса – это больше, чем просмотр ютуба. Прямо сейчас я хочу остановиться ненадолго и сказать вам спасибо за ваши лайки, просмотры, комментарии и за то, что подписываетесь на канал. И хочу вас попросить прямо сейчас под этим видео поставить лайк и написать один любой комментарий. Это поможет продвинуть видео, и такие ролики будут выходить чаще. На четвертые сутки пришлась суббота. А это значит, у меня было достаточно времени, чтобы подумать над результатами челленджа. И они не сулили мне ничего хорошего. Не оставалось сомнений, что мой iPhone разряжается не одинаково. Когда батарейка почти полная, он может запросто не потерять ни одного процента за ночь. А когда аккумулятор прилично подсел, то десяток процентов как с куста. Причем первый самый процент, вот когда соточка на индикаторе, он вообще самый долгий. К вечеру у меня оставалось только 23 процента, на которое мне надо было продержаться целых три дня. И хоть я не сдавался, но выхода не видел. Как вдруг услышал это. Продюсер не унимался и передал мне еще одно задание. Ты говорил, что не любишь Genshin Impact. Возможно, ты просто не понял суть игры. Чтобы разобраться, скачай приложение и поиграй в него хотя бы час. Продюсер. Ну, должность правильно написал. В общем, зарядный блок так и маячил на горизонте. Случившееся было катастрофой. У меня и так оставалось всего 23 процента на целых три дня. Я без конца ходил по комнате, пытаясь понять, что мне делать. На следующий день я начал играть в Genshin Impact. И совершенно не переживал за заряд аккумулятора. Все потому, что я внимательно перечитал задание продюсера. Там не было сказано, что я должен играть на 12 промаксе. Но, честно говоря, дела у меня были так себе. И к вечеру уровень заряда аккумулятора был меньше волоса. В смысле, в толщину? В этот момент я вспомнил, что получил задание продержаться на одном, то есть полном, заряде неделю. А я начал с 98 процентов. И тогда я подумал, что было бы правильно этот заряд восполнить. Не, это шутка с проводом. Но восполнить заряд надо. Как я уже говорил, 2 процента индикатора заряда, когда аккумулятор почти полный, это совсем не то же самое, что 2 процента, когда он пустой. А самый первый процент, когда соточка на показателе. Так он вообще самый долгий. Призвав все свои знания математики, я посчитал, что могу зарядить этот смартфон на 15 процентов, чтобы тест был честным. Если я так сделаю, на индикаторе будет 19. И на этом мне надо прожить 48 часов. Но проблема была в том, что 19 я израсходовал за сутки, за одни прошлые сутки. Мне нужно было чудо. И немного хитрости. Я сейчас отключу все функции, которые расходуют заряд, и при этом, чтобы не было противоречий с условиями челленджа. И сделаю это, пока смартфон подключен к электричеству, чтобы не тратить лишнюю энергию. Но сперва нужно договориться с продюсером, получить его согласие. Так что пожелайте мне удачи. На шестые сутки настроение у меня было отличное. Продюсер не только разрешил мне зарядить смартфон на 15 процентов, но и дал согласие ставить аппарат в режим полета на ночь. Все равно его ночью никто не использует. Возможно, продюсер решил, что тест Genshin Impact мне еще предстоит, и он-то добьет мою батарею. Боюсь, я забыл ему рассказать, что тест уже пройден. Но сегодня ему такая информация ни к чему, завтра все узнает. Благодаря моим усилиям, когда до конца челленджа оставалось меньше 24 часов, у меня оставалось 9 процентов заряда. Шансы на победу возрастали. И вот, наконец, настал финальный день челленджа. Я был полон оптимизма и собирался победить. Но, честно говоря, результат был непредсказуем. Вы же знаете, что смартфоны могут отключаться на 2, 3 и даже 4 процентах заряда. А для меня это играло большую роль. И я не просто так сейчас хожу с чехлом и коробкой. Мой смартфон лежит на столе и экстремально экономит заряд. Знали бы вы, как мне хочется подойти, взять его и посмотреть, сколько там на индикаторе, но я понимаю, что на счету каждый миллиампер час. И еще я должен кое в чем сознаться. Я не просто включил темную тему на устройстве, выключил Siri и вообще сделал все, что можно для энергосбережения. Я еще и 2 дня не отвечал на ваши комментарии. Ни в социальных сетях, ни на YouTube, исключая проставление сердец. И за это мне сейчас стыдно. Но другого выхода не было. Целый день все шло хорошо и смартфон почти не нагружался, если не считать нескольких звонков. И кстати, после одного из них я узнал, что за 2 часа до конца теста у меня оставалось 2 процента заряда. А когда счет уже пошел на минуты, ну окей, оставалось примерно полчаса, случилось неприятное. И кажется я знаю, кто это звонит. Это был продюсер, раздосадованный возможностью проигрыша. И мне пришлось поговорить с ним еще 3 минуты. Я прилично волнуюсь, потому что именно сейчас прошла неделя с момента начала теста. Давайте смотреть, что со смартфоном. И похоже, это похоже на проигрыш. У меня остается небольшой шанс. Иногда смартфон отключаясь, все-таки оставляет незначительный процент заряда. Если так же случилось сейчас, если смартфон включится, то тогда я победил. Но шансов на это немного. Зажимаем кнопку. Ну же, айфон, постарайся. Если в тебе остался хоть один, хоть чуть-чуть электричества, включайся. Это был слишком долгий тест, чтобы просто взять и вот так проиграть на последних минутах. Есть! 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 Он запускается! Уже была ночь, и, к сожалению, я не мог громко радоваться. Но моя победа была совсем не безусловной. Но правильнее сказать, что победил этот замечательный смартфон. Он правда не умеет разряжаться. У него невероятно до бессовестности большая остановность. И на этом пора заканчивать. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это поддерживает автора. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы такие видео выходили чаще. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok